Приветствую вас на самом модном дизайнерском канале Tanya Pro Design. В этом видео я вам покажу обзор квартиры 80 квадратных метров. Данная квартира уже есть в одном моем видео. Здесь мы устанавливали душевую дверь. Там я показываю ошибки при ремонте одного санузла, а в квартире у нас два санузла, две комнаты, кухня-гостиная и гардеробная. Эта квартира выполнена по законам ВАСТу. ВАСТу это энергия дома, энергия пространства. Подробнее я могу снять отдельно видео про то, что это такое, если вы, конечно, напишите в комментариях об этом. Пока подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Нет, это рано. Обязательно досмотрите это видео до конца. Я покажу вам ошибки, которые были сделаны здесь во время ремонта для того, чтобы избежать, соответственно, в своем ремонте квартиры именно этих ошибок. Если вы обратите внимание, как здесь повешено зеркало, так делать нельзя. Над засмесителем, конечно, должно быть расстояние хотя бы 10 сантиметров. Здесь тоже произошел косяк строителей. Я считаю, что это дизайнер неправильно спроектировал трубы под кондиционер, которые идут в кухонную зону. Конечно, мы заменим это зеркало на более короткое, но это опять дополнительные 20 тысяч рублей, потому что это зеркало итальянское в фабрике Коломбо. То есть оно стоит денег. Смеситель здесь тоже достаточно экономный в фабрике Меглиоре. А вот тумбу мы делали, можно сказать, так самостоятельно. Само основание шкафчики мы брали в фабрике Колпасан, это Словения. Отдельно заказывали столешницу в моей компании. У нас есть производство. И раковины, они нам достались по наследству. Почему я говорю всегда нам? Потому что квартира моей подруги, можно так сказать, сестры прям вообще. Вот. Эти раковины, они уже были здесь, в хорошей фабрике Крион, испанская фабрика. Поэтому мы все сделали, в принципе, под них. Пришлось заказать отдельно ножки. Также делали на производстве металлические вот такие ножки, потому что стена, выполненная из пеноблока, который 10 сантиметров, и тумба просто подвесная могла рухнуть. Это опять минус тому дизайнеру, кто это проектировал, потому что надо из нормальных материалов делать стену. То есть лучше ее делать из профилей. Отдельные будут еще видео у меня по профилям и как собирать эту стену. Мыться я сегодня не буду, потому что я уже здесь мылась. Я уже мылась в другом санузле, у меня уже это все есть. Но это все-таки все, на самом деле, привыкли, что Таня обязательно моется где-то. На самом деле, вот это наша душевая дверь фабрики Родэвэй. О ее установке смотрите отдельное видео о том, как мы решали проблему. Потому что здесь был косяк дизайнера с непонятным порожком, с неровным размером, который получился при ремонте. Вот, как видите, дверь стоит, она в идеальнейшем состоянии, хотя уже прошел почти год. В душевой кабине представлены смеситель фабрики Трес. Это испанская фабрика. Она достаточно экономная. Все цены можно узнать в компании Сантехкомфорт. Вам там с удовольствием подскажут. Душ размером 30 сантиметров, да. На мой взгляд, не очень удобный смеситель, потому что она переключается с помощью вот этого переключателя, который нужно вытаскивать уже, когда вода льется. То есть вот в этом неудобно. То есть у других производителей, у многих сделаны просто переключатели. Конечно, переключать вот так и сразу знать, откуда льется поток, да, либо с ручной вейки, либо с верхнего душа. Это гораздо, конечно, удобнее. Что замечательно, в этой квартире, в каждом санузле сделаны гигиенические души. Я, честно сказать, не представляю, как можно вообще без них жить. Либо унитаз биде нужно брать, либо биде отдельно. Но когда нет места для отдельного биде, гигиенический душ он всегда спасает. Смеситель расположен с одной стороны, душевая лейка расположена с другой стороны. Минус небольшой в том, что вот клавиша глянцевая, на ней очень сильно остаются следы. Сейчас уже есть технологии антипальчиковые, так скажем. Или брать лучше матовую или белую клавишу. Если у вас есть санузел, который граничит с прихожей, то лучше в него положить точно такую же плитку, либо керамогранит. Это смотрится достаточно эстетически красиво и гармонично. Здесь у нас располагается кладовка энд гардеробная. В общем, здесь максимально все спрятано. Мы туда не пойдем. Поэтому здесь так чисто, потому что все там. Ну, соответственно, здесь спальня, из которой есть вход в санузел. Достаточно просторная детская комната. В принципе, здесь есть все. Также стол для выполнения домашних уроков. Он повернут на север. Кровать мы брали у компании SK Design, потому что там такие очень приемлемые цены. И шкаф, ну, посмотрите, шкаф на самом деле интересный. Это мы покупали у Михаила из Нео Кухни, потому что он занимается еще и мебелью. Кстати, вот это зеркало было куплено вообще в Хофе за небольшие деньги, что-то до 15 тысяч рублей. Я такое же тоже своей дочке купила. Очень удобная, в полный рост. И у него есть вот такая сенсорная подсветочка. Обратите внимание на двери в этой квартире. Двери от компании Union, они выполнены из шпона. И обратите внимание, они все сделаны практически до потолка, что, соответственно, также удлиняет высоту потолков. То есть визуально квартира кажется гораздо выше. Но вот тут вот есть один маленький косяк. Все основные двери идут практически под потолок, а вот эта дверь ниже сантиметров на 25. О чем думал дизайнер, мне неизвестно. Но я считаю, что так не очень красиво делать. Лучше делать все на одной высоте. На первый взгляд кажется, что здесь все очень сделано достойно. Но есть одно но. Если вы посмотрите внимательно, вот эта ванна, она расположена очень близко к стене. На самом деле ширина данной ванной комнаты позволяет ванну чуть-чуть отодвинуть. Если бы она стояла на 10 сантиметров сюда, там хотя бы можно было пройти шваброй. Но есть еще один косяк. Это слив-перелив. Я, конечно, понимаю, что, возможно, здесь в полу не было места, чтобы протянуть под правильным уклоном трубу под канализацией. Но делать слив в стену для ванны – это, честно сказать, слишком. Никогда, пожалуйста, так не делайте. Ванна – это я уже, как говорила, что пробовала. Это российский бренд. Эстетически она смотрится внешне очень красиво. Тонкие края и все прочее. Но когда лежишь в ней, мне, например, не очень удобно. Сидеть еще нормально, но полежать в ней не удается, потому что тонкие края к плечам, голове, в общем, лежать некомфортно. Подголовник, который предлагает производитель, он такой практически не прилипает, он падает под тобой. То есть реально у них не продуман вот этот вариант. По поводу нашей мебели. Мы также ее делали самостоятельно. Отдельно заказывали готовые шкафы у фабрики Колпасан. Отдельно заказывали столешницу сверху. А раковины нам также достались в фабрике Кривон вместе с покупкой этой квартиры. В чем минус здесь? Смотрите, смесители расположены достаточно высоко. Хотя моя подруга говорит, что ей удобно. Но я лично включала смеситель. Могу вам продемонстрировать. И на столешнице остаются капли. То есть если в том санузле от такой высоты брызги не оставались, потому что там раковина широкая, то вот у таких круглых раковин из-за того, что смесители высоко, струя становится жестче и она, конечно, разлетается. Тем более, что вода попадает на сам донный клапан и брызг становится гораздо больше. В этой зоне у нас хорошая кнопка матовая. Фабрики тоже ТС, да, здесь инсталляции все ТС. И смотрите, вот здесь сделан смеситель уже более удобный, потому что это тоже гигиенический душ, да. Здесь только одно отверстие просверлили, и, соответственно, трубы горячую и холодную воду подвели именно в это место. Не так, как в том санузле, да, туда подвели, потом угловое соединение в другую сторону. Здесь все в одном месте и одно отверстие. То есть раньше гигиенические души делали практически вот таким же образом. Отдельно смеситель, отдельно угловое соединение, и еще и было такое, что еще отдельно держатель делался. Поэтому сейчас, конечно, все более удобно сделано. Ну, на самом деле, вот, например, это моя мечта, когда из спальной комнаты можно ходить в ванную, не заходя в коридор. Это очень удобно, особенно когда у тебя есть дети. Эта спальня, она также сделана с использованием технологии ВАСТу. Я опять это повторяю. Почему? Если вы заметили, здесь нету много лишних вещей, нету нагроможденности шкафов. Здесь расположена, допустим, просто кровать в правильном месте, и вот эта стена, она имеет такой красивый, насыщенный зеленый оттенок, потому что эта зона именно такой должна быть, да. И батарея из-под окна, она вынесена вот сюда. На самом деле здесь был балкон, и эту комнату расширили за счет балкона. А вообще изначально в этой зоне располагалась кухня, вот так как кухню правильнее располагать на юго-востоке, поэтому здесь была сделана перепланировка, и кухня находится абсолютно в другой зоне. Это кухня-гостиная. Здесь мы разместили диван, есть обеденная зона, сама кухня и небольшой стеллаж для того, чтобы можно было поработать и на нем разместить всякие игровые приставки, так как в этой квартире есть дети. Эта кухня, как вы видите, сделана без единой ручки. Здесь ручкой служит вот такой вот зазор. Ну и, соответственно, в шкафах нижних просто вот это расстояние, которое тоже шкафчики достаточно удобно открывать. Заказывали мы кухню у компании Neocuchni. Ребята выполняют уже не первую кухню на нашем объекте, а все делают в целом достойно, так как нужно нам. В этой кухне есть очень удобная функция. Это подсветка, которой удобно пользоваться и в темное время суток, чтобы вам не резал глаз верхний свет, да, как бы, и когда готовишь или что-то моешь тоже. Хочу заострить внимание на этом смесителе. Смеситель выбрали фабрики Raymer. На самом деле это итальянские надежные смесители, о которых у меня есть видео с производством. Ссылку также оставляю. Чем он хорош? Он хорош тем, что здесь есть два отверстия для питьевой воды и для обычной стандартной воды. Да, то есть уже сейчас не модно делать отдельно краники для питьевой воды. И модно делать именно вот так и достаточно удобно, так как не нужно сверлить второе отверстие и, соответственно, мыть там лишнюю какую-то часть. Мойка использована в фабрике Blanco. Я вам вот подробно в этом видео рассказываю о фабриках, потому что я их люблю и с вами делюсь. По поводу вытяжки. Мы, конечно, хотели бы здесь видеть абсолютно другую вытяжку в виде трубы из потолка, но так как здесь уже был сделан ремонт, был вывод предусмотрен из цены, вот нам пришлось поставить такую вытяжку и ее нарастить, так как у стандартных вытяжек не бывает нужной высоты вот этой вот трубы. На самом деле здесь Neo-кухни, они по цене, может быть, чуть-чуть повыше, чем IKEA. Но в целом вот это не стоит там сумасшедших денег. И кухня, если я не ошибаюсь, то вышла там в районе 500-600 тысяч рублей. Где-то таким образом вместе со столешницей. Надеюсь, вам понравился обзор. Пишите комментарии, ставьте лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы видеть мои новые видео. И приходите по тем ссылкам, которые я вам оставила. Мила? Нормально? Я тебя подпишу. Да как мамка учила. Как мамка учила. Какой-то фигнюк сказал. Нормальные штуки. Здесь очень удобный свет. Дим, а где он включается? Без А. А я только на диване, да? Ты вообще на диване, да. А, я на диване? Вот, он, правда, выполнен... Все правильно, дай за мной.